Здравствуйте! Прошлое видео, в котором мы разбирали NFS, показало нам, что файловые системы могут монтироваться удаленно, позволяя работать с сохраненными на них данными совсем не на том сервере, где эти данные по факту находятся. С другой стороны, разбирая в прошлых видео платформу Kubernetes, мы специально отметили, что с ее помощью можно создавать и поддерживать сервисы с состоянием, такие как, например, базы данных. Поды, которые обслуживают такие сервисы, не должны терять данные в результате перезагрузки контейнера, а следовательно, все данные на самом деле должны храниться где-то еще, так как сами контейнеры между перезагрузками теряют всю накопленную ранее информацию. Это одно из главных и важнейших их свойств. В этом видео мы попробуем развить эту мысль и показать, как эти два решения могут интегрироваться между собой, предоставляя пользователям наших Kubernetes кластеров запускать приложение без боязни того, что вся накопленная ими информация будет утеряна в результате такой перезагрузки. В этом видео мы не будем рассуждать, правильно или нет создавать такие сервисы с состоянием. Их создание и поддержка, вне всякого сомнения, менее удобны, чем у сервисов, не хранящим состояние. Однако в некоторых случаях и такие сервисы бывают крайне удобными, и их создание напрашивается само собой. Кубернетис поддерживает такую возможность через такую абстракцию, как Volume. По сути, это файловая система, которая пробрасывается и монтируется внутрь контейнера. Конечно, это не новость, и если вы работали с Docker, то вам наверняка знаком флаг, позволяющий монтировать локальную файловую систему в контейнер. Однако Кубернетис расширяет этот механизм, делая его еще более удобным, и вводит его на качественно новый уровень. Вернемся к определению пода. Самого обыкновенного пода, который можно создать и запустить. Создание подов мы подробно рассматривали в одном из наших предыдущих видео, Поэтому, если вы смотрели предыдущие части из этого цикла, то ничего незнакомого для себя вы тут не найдете. Сейчас на своих экранах вы видите манифест, который состоит из двух объектов. Первый создает пространство имен UnixWay, а второй непосредственно создает Pod в этом пространстве имен. Давайте, используя команду kubectl apply, применим наш манифест и создадим эти объекты. Перейдем в терминал моей локальной машины и запустим команду apply. Она нам сообщает, что объекты были созданы. Посмотрим же на поды. Наш под запустился. Запустим команду describe, чтобы более подробно ознакомиться с тем, что конкретно мы запустили. Все это мы уже видели. Этот под скачивает и запускает приложение PostgresQL 11 версии. Мы определяем две переменные PostgresUser и PostgresPassword, которые будут доступны процессу Postgres изнутри контейнера и которые будут использоваться для определения мастер-пользователя базы данных. Об этих переменных и многом другом, что вы можете использовать для настройки контейнера PostgresQL, можно почитать на официальной Docker Hub странице этого проекта. Postgres, как запущенное приложение, будет писать все свои данные в временную файловую систему этого контейнера, которая и будет уничтожена при его перезагрузке. Эта файловая система называется Overlay 2, а в более старых версиях докера все еще можно встретить другую, называющуюся AUFS. Важно то, что это та самая файловая система, на основе которой мы создаем наши многослойные образы. При перезагрузке контейнера мы как бы снова откатываемся к последнему сохраненному слою, отбрасывая те изменения, которые были накоплены его последним запуском. Подключимся к только что созданному нами контейнеру и посмотрим на ту директорию, где база данных Postgres сравнит все свое состояние. С этими данными мы и будем работать, и наша задача заключается в том, чтобы вынести их на отдельный внешний хранитель данных. Тут мы и подходим к понятию volume. Дело в том, что Kubernetes позволяет к этой управляемой движком докера файловой системе премонтировать файловую систему, управляемую другим движком, возможно не имеющую к докеру никакого отношения. Сейчас на своих экранах вы видите список тех драйверов, которые поддерживаются платформой и которые можно премонтировать внутри подов. Заметим, что для полноценного использования некоторых из них вам может понадобиться установить дополнительные пакеты на всех нодах Kubernetes и, возможно, определенным образом настроить их. Но в целом эта настройка не должна составлять особых проблем, и мы постараемся это доказать. Так, например, мы видим тут самый простой драйвер EmptyDir, который просто монтирует пустую файловую систему. Например, если мы укажем при ее настройке Medium Memory, используется оперативная память того самого нода, на котором запущен контейнер. Прежде чем менять что-либо, сотрем уже запущенные нами поды. Как мы видим, созданные нами ранее поды в данный момент удаляются. Перейдем к следующему примеру. В этом примере мы возьмем тот же самый под, который мы только что рассматривали, и добавим в него Volume, использующий этот самый драйвер EmptyDir. Сам по себе Volume, который мы определяем, довольно бесполезен, пока один из контейнеров в этом же самом поде не использует его, определив блок VolumeMount. Одним из аргументов этого блока мы видим точку монтирования. Ту самую директорию внутри запущенного контейнера, к которой будет примонтирована файловая система, определяемая через Volume. Как вы видите, определение Volume находится на уровне самого пода, тогда как определение точки монтирования находится на уровне контейнера. Внутри этого же пода. Это наводит нас на, в общем, правильную мысль, что один и тот же Volume может быть одновременно примонтирован к разным контейнерам этого пода. В нашем же случае мы имеем только один такой контейнер. Так, зачем же может понадобиться монтировать пустую папку? Во-первых, для синхронизации данных между контейнерами одного пода, что в некоторых случаях может быть крайне удобным. Один контейнер пишет, второй читает, и таким образом два приложения, работая вместе над одними данными, все же будут достаточно хорошо изолированы. Во-вторых, оперативная память гораздо быстрее жесткого диска и файловой системы Overlay 2. А это значит, что примонтированную таким образом папку можно использовать для хранения кэша, для тяжелых вычислений, экономя этим доступ к жесткому диску. Или, если из-за требований безопасности ваш кластер Kubernetes настроен в режиме запрета модификации локальной файловой системы контейнера, подобные точки монтирования все же при необходимости позволяют обойти это ограничение и создать директорию, где во время запуска контейнера все же могут быть созданы временные файлы, без которых приложение просто не запустится. По умолчанию, такая примонтированная папка не ограничена в размере, однако для безопасности лучше это сделать, указав специальный флаг SizeLimit. Как мы видим, в этом примере мы ограничиваем размер этой примонтированной в памяти директории в 1 гигабайт. Теперь, имея такой манифест, мы просто создадим объекты на основе находящихся в нем объектов. Запустим команду kubectl apply на только что виденный нами манифест. Посмотрим на под. Как и ранее, наш под запустился без проблем. Запустим команду describe. Мы видим, что в выводе этой команды теперь отображается созданный нами volume и его точка монтирования. Вот volume, а вот его точка монтирования. Подключимся к этому поду и посмотрим, как эта ситуация выглядит с его стороны. Мы видим, что директория все так же содержит файлы базы данных. При старте контейнера к нему была примонтирована пустая директория, поэтому при старте приложения она все еще была пуста. В этом случае Postgres автоматически запускает инициализацию своей схемы. Если же папка не пуста, инициализация пропускается, и база данных будет работать с уже существующими данными. Этого поведения мы и хотим добиться, когда будем использовать внешние файловые системы для хранения состояния. Попробуем создать еще один большой файл для того, чтобы явным образом выйти за пределы, установленные при определении volume. При записи в эту директорию файлов более 1 гигабайта мы действительно получили ошибку записи, как того и ожидали, ведь мы ограничили наш volume объемом в 1 гигабайт. Заметим, что точка монтирования также отображается внутри контейнера в выводе таких команд, как df. Вот мы видим файловую систему, которая используется для хранения информации внутри volume. Вот мы видим ее же, но на этот раз в выводе команды mount. Для реализации такого поведения операционная система использует специальный драйвер файловой системы temp.fs. То есть мы видим, что все монтирование происходит стандартными методами операционной системы, как и в случае с любой другой локально примонтированной файловой системой. Kubernetes не изобретает собственные механизмы и доверяет всю эту черную работу ядру операционной системы. не забудем удалить запущенный нами под. Дождемся, пока пространство имен и под будут уничтожены. Монтирование такого временного тома, хранящего данные в оперативной памяти, может быть полезно в некоторых ситуациях, однако нас, как правило, будет интересовать не это. В наши поды мы хотим пробрасывать тома, которые не теряют данные между перезагрузками. В этом случае мы как бы полностью абстрагируемся от природы контейнеров и создаем приложения, которые по факту ведут себя как старые, добрые, локально запущенные сервисы, несмотря на то, что все преимущества контейнеризации у них остаются. Сегодня практически любое популярное решение для хранения данных поддерживают интеграцию с Kubernetes, а это значит, что мы можем выбирать, используя различные решения для различных задач. Важно понять, что все эти файловые хранилища хранятся извне кластера Kubernetes и доступ к ним осуществляется по сети. Наш кластер, таким образом, работает только на рабочую нагрузку. Ему выделяются сервера с максимально возможным количеством оперативной памяти и ядер процессора. А диски ему нужны только для скачивания и хранения докер-образов, поэтому к нодам Kubernetes нет необходимости подключать вместительные диски и 30-50 гигабайт вполне хватит для любых целей. А для хранения данных мы будем использовать отдельные сервера, которые могут и не иметь большого количества вычислительных ресурсов, но специально оптимизированы под задачу хранения данных. Другими словами, эти сервера будут иметь вместительные жесткие диски. И поверх них мы и будем развертывать те решения, которые будут использоваться для хранения данных. А Kubernetes уже использует эту инфраструктуру под свои нужды, интегрируясь с ней с помощью механизмов, которые мы сегодня рассмотрим. Мы можем интегрировать Kubernetes одновременно с решениями разных типов. И с точки зрения пользователя, работа с этими разными по своей природе файловыми системами не будет отличаться между собой. Вся работа по согласовыванию и обеспечению такого поведения ложится на Kubernetes и на сопутствующие сервисы, которые мы настроим для этих целей. Представьте себе, что ваши пользователи хотят настраивать сервисы с состоянием. Вы им говорите, вот мы поддерживаем файловое хранилище NFS на 5 терабайт. Используйте его для приложений, которым не нужна отказоустойчивость, но тем не менее данные между перезагрузками лучше сохранять. Если по каким-то причинам NFS-хранилище пользователям вашего кластера Kubernetes не подходит, вы им говорите, вот есть поддержка файлового хранилища GlusterFS либо SAF. Эти файловые хранилища поддерживают отказоустойчивость и шанс, что ваши данные будут потеряны в результате инцидента еще более уменьшается. Вы можете комбинировать и создавать разные политики отказоустойчивости и пользователи сами могут выбирать при настройке своих сервисов, какие гарантии им нужны, а чем они готовы пожертвовать. Можно пойти еще дальше и часть дискового массива выделить под SSD диски. Это гораздо дороже, чем использование обычных магнитных дисков и, как правило, они бывают гораздо меньшим объемом. Но вот вы подняли файловое хранилище на SSD дисках и пользователи вашего кластера опять имеют выбор. В случае, если их не устраивает скорость обыкновенного хранилища, они всегда могут использовать это более быстро. Можно пойти еще дальше и часть данных выносить на какие-то очень медленные, но очень вместимые носители данных, которые просто хранятся, практически никогда не используются. В общем, в этом вопросе вы ограничены только своей фантазией и возможностями. Представим, что мы хотим хранить состояние для сервиса Redis, который используется в нашей системе. Дело в том, что Redis как кэш для приложения обычно хранит все данные в памяти для максимальной скорости работы, но время от времени может сбрасывать их на диск для поддержки холодного старта. После перезагрузки контейнера мы хоть и потеряем последние данные, которые не успели сохраниться на диск, но тем не менее большая часть данных все же будет на месте и кэш начнет работать не с пустого места. Если мы все же потеряем эти данные, на нашу базу данных обрушится шквал запросов от наших бэкэндов, которые захотят получить данные, которые ранее были закэшированы и при очень большой нагрузке вся ваша система просто может лечь. Некоторые компании при потере этого кэша часто вынуждены писать отдельные скрипты, которые симулируют работу пользователей и заполняют этот кэш вручную, чтобы при старте системы базы данных не захлебнулись. Или, например, Redis часто используют для хранения пользовательских сессий. В этом случае при их потере все клиенты будут вынуждены перезагрузиться и это хорошо, если они это сделают без участия самих пользователей, что также может оказать излишнюю нагрузку на вашу систему. Понятно, что и в этом случае выносить часть вашей файловой системы на внешние хранители данных может быть крайне полезным. Прежде чем мы пойдем дальше, необходимо проговорить очень важный момент, связанный с использованием механизма Persistent Волюм в Кубернетис. Использование таких внешних хранилищ ни в коем случае не гарантирует сохранность данных и мы еще поговорим чуть позже об этом более подробно. А также это ни в коем случае не устраняет необходимость делать резервное копирование. Нельзя думать, что пока вы используете отказоустойчивое хранилище ваши данные в безопасности, вне всякой связи с тем, насколько ваши решения отказоустойчивы и насколько вы им доверяете, вы все равно обязаны исходить из того, что в один прекрасный момент все поломается и вам придется восстанавливать всю систему из резервных хранилищ. Поэтому позаботьтесь об этом заранее и храните копию этих данных отдельно от своей основной системы в совершенно другом независимом регионе или дата-центре. Если для построения своей инфраструктуры вы используете одно из популярных облачных решений, считайте, что вам повезло. Если мы говорим про Google с их сервисом Kubernetes GCP, то вам из коробки доступен драйвер GCE Persistent Диск. А если мы говорим про Amazon с их аналогичным решением EKS, то вам из коробки доступен драйвер AWS Elastic Block Storage. В обоих случаях это означает, что вам доступна внутренняя интеграция, когда вы при создании манифестов для сервиса просто говорите, что вам для подключения к поду нужен Volume такого-то размера, и при старте он автоматически выделяется вам из-за кромов системы. Этот Volume виден как объект вашего облака, вы за него платите и все в таком духе. Однако большая часть настройки и поддержки отдельных файловых хранилищ от вас скрывается, и вся эта инфраструктура доступна вам как сервис. Конечно, эти драйверы доступны не только в облаках и могут быть использованы и в ваших кластерах, установленных локально. Но это может быть уже чуть сложнее и работать чуть медленнее. Я не пробовал это настроить, но беглый поиск в интернете показывает, что люди это делают. Если же вы не используете эти сервисы, а используете свои собственные сервера с устанавливаемым на них кластером Kubernetes, то никакой доступной из коробки интеграции вы не получаете. Например, если вы установили ваш кластер с помощью проекта CubeSpray, использовать механизм Persistent Volume вы сразу не сможете. Нам придется самостоятельно выбрать файловое хранилище и настроить интеграцию, для того, чтобы данная функциональность стала доступна в вашем кластере. В этом видео мы будем фокусироваться на драйвере Persistent Storage, который умеет работать с файловой системой NFS. И это неудивительно, так как эту сетевую файловую систему мы подробно разбирали в прошлом видео и уже успели познакомиться с ее возможностями и недостатками. К слову сказать, большая часть из сказанного здесь будет практически один в один релевантна и при рассмотрении других драйверов и других решений. И поэтому если вы поймете материал этого видео, то без проблем поймете и все остальные. Для нашего следующего примера нам понадобится настроить сервис NFS и с его помощью экспортировать папку для удаленного монтирования. Как это делается мы также разбирали в предыдущем видео. Давайте сейчас быстро настроим такой раздел и добавим его в список экспортируемых разделов. В данный момент мы подключены к терминалу сервера NFS. Запустим же создадим директорию откроем файл exports добавим этот файл в следующее содержимое и переэкспортируем нашу директорию. Как мы уже неоднократно видели теперь эта директория data volume 1 доступна для монтирования ее извне используя драйвер файловой системы NFS. Заметим что используемые нами настройки немного отличаются от тех что мы использовали в предыдущем видео тут мы не используем флаги меняющие пользовательский и групповой идентификатор файлов и это не случайно это оправдывается тем что наши сервисы будут работать только с теми файлами которые сами же сохранили и не должны трогать файлы других сервисов то есть эта ситуация несколько отличается от той что мы описывали когда разбирали файловую систему NFS в режиме множества пользователей кроме того процессы внутри наших подов просто могут не запуститься если мы будем изменять пользовательские и групповые идентификаторы файлов после того как мы экспортировали эту папку мы можем покинуть этот сервер и вернуться на мою локальную машину перейдем к нашему третьему примеру кубернетис поддерживает три разных модели работы с внешним файловым хранилищем самый простой способ это прямое монтирование из пода этот способ что называется в лоб мы экспортировали папку вручную и мы ее монтируем давайте возьмем за основу тот же самый манифест что и в прошлом примере и немного видо изменим его если вы сравните определение этого пода с тем примером когда мы использовали драйвер empty dir то увидите что они практически эквивалентны все что изменилось это используемый драйвер в определении volume теперь мы используем драйвер nfs который как мы видели поддерживается кубернетис из коробки давайте сейчас применим этот манифест и посмотрим на его результат запустим команду describe вот мы видим наш volume типа nfs точка монтирования не изменилась обратите внимание как отображает кубернетис созданный нами volume через команду kubectl describe здесь напрямую прописан ip адрес нашего nfs сервера и экспортируемая директория на нем итак мы видели что под поднялся и доступен если мы сейчас подключимся к находящемуся внутри него контейнеру то сможем писать в примонтируемую папку и все изменения которые мы в ней произведем любые файлы которые мы создадим будут сохранены на внешнем носителе и переживут смерть этого пода давайте подключимся запустим команду df вот мы видим ремонтированный nfs раздел посмотрим на содержимое этой территории сохраним внутрь простой файл на 10 мегабайт убедимся что наш файл был создан для примера попробуем вычислить его mt5 сумму и перейдем на nfs сервер как же это выглядит на nfs сервере вау мы видим всю схему базы данных здесь на совершенно внешнем относительно кубернетис сервере обратите внимание на то что пользователь postgres каким его видит база данных запущенной внутри контейнера на сервере nfs отображается как некий пользователь полк id как мы понимаем этим двум пользователям на сервере nfs и внутри запущенного на кубернетис контейнере случайно принадлежит один и тот же пользовательский числовой идентификатор однако это никак не должно отобразиться на работоспособности нашего сервиса так как nfs сервер только хранит но никак не используют эти файлы используются они только из того пода который выступает в роли клиента давайте убьем наш под и запустим его еще раз под пода еще раз применим наш манифест чтобы создать его снова вот вот он вновь был создан еще раз переподключимся внутрь этого контейнера и посмотрим что же содержится в директории базы данных обратите внимание тут присутствует созданный нами ранее файл random1 а это означает что запущенная база данных использует те же самые файлы что и до перезагрузки контейнера а значит мы добились того эффекта которого и хотели добиться перед тем как мы перейдем к следующему примеру удалим наш под и пространство имен давайте запомним что в прошлом примере в определении volume мы напрямую использовали драйвер nfs указывая к какому ip нужно подключиться и какую экспортируемую директорию на этом сервере нужно использовать именно благодаря работе этого драйвера файлы нашей базы данных не потерялись и оставались доступны после перезагрузки контейнера перейдем к следующему примеру для того чтобы понять как кубернетис работает с внешними хранилищами нужно понять одну простую абстракцию эта абстракция включает в себя три новых объекта кубернетис и то как они взаимодействуют вместе мы говорим про persistent volume persistent volume claim и volumes мы начнем с конца обратите внимание на создаваемый нами под как и ранее мы видим что он создается с внешней точкой монтирования к которой присоединяется volume как работает volume мы уже видели но только раньше мы использовали в его определении драйвер empty dir либо напрямую драйвер nfs а сейчас используем другой драйвер persistent volume claim но с точки зрения пода природа этого драйвера абсолютно не важна кто-то позаботиться о том чтобы нужная файловая система примонтировалась к нашему поду этот кто-то как указано тут же в настройках этого пода это некий объект claim а если быть точнее то persistent volume claim этот объект уже интереснее его задача сказать кубернетис какую именно файловую систему хочет получить владелец сервиса обратите внимание что объекты под и persistent volume claim находятся в пространстве имен unix way а для третьего объекта пространство имен не указывается это потому что третий объект не принадлежит этому пространству имен он определяется на уровне кластера то есть глобально и пользователи которые используют наш кластер могут даже не иметь к нему доступ задача пользователей просто определить persistent volume claim где указывается их требования к файловой системе например в нашем примере мы указываем какое минимальное дисковое пространство нам необходимо 5 гигабайт и что драйвер файловой системы должен поддерживать режим read write once объект persistent volume claim ищет глобальном пространстве объект persistent volume который в данный момент никем не используется и если находит то связывает себя с ним эта связка будет существовать пока мы не удалим persistent volume claim и все это время этот persistent volume может быть использован только через него чтобы такая связка произошла метки этих объектов должны совпадать перечислим все такие необходимые условия первое условие заключается в том что метки access modes у двух этих объектов должны совпадать значение этой метки можно выставить в одно из следующих состояний read write once read write many и read only many в большинстве случаев мы будем хотеть использовать read write once ведь каждый persistent volume мы хотим использовать в одном и только одном приложении хотя строго говоря кубернете сможет и по другому эта метка влияет только на уже упомянутое связывание и ни на что более второе условие заключается в том что доступное место на persistent volume должно быть равно или больше чем запрашиваемое место через persistent volume клеем третье условие это совпадение значений поля storage класс это основная метка через управление которой мы можем управлять типами файловых систем мы уже говорили о том что в кубернетис мы можем давать пользователям интеграцию с разными типами файловых систем и дисков под конкретные нужды пользователей нашего кластера теперь мы видим конкретную реализацию этого принципа через storage класс в нашем случае пользователь через persistent volume клеем запросил хранилище типа nfs ssd и он сможет связаться с persistent volume только если их метки storage класс совпадают но ничто не мешает вам создавать и использовать другие метки данных как например nfs low и и другие если такого соответствия нет persistent volume клеем не сможет зарезервировать для себя persistent volume и он будет находиться в статусе pending негорничено долго в этом же статусе будет находиться под который его используют это будет продолжаться пока администраторы кластера не выделят persistent volume для вашего проекта который будет удовлетворять требованиям вашего persistent volume клеем связка произойдет и ваш под благополучно запустится зачем же сделано такое разделение между persistent volume и persistent volume клеем ведь кажется что они делают одно и то же дело в том что вся информация о настоящей природе файловой системы хранится только на persistent volume и доступна только администраторам только они понимают какие файловые системы доступны в вашей сети и как их правильно настраивать пользователям эта информация недоступна но зато им доступна информация о том какие требования у конкретного проекта и файловую систему какого размера стоит примонтировать к поду это те детали которые администраторам кластера обычно не очень интересны именно поэтому каждый делает свою часть работы на уровне пространства имен создается persistent volume клеем он является частью проекта а на уровне кластера определяется persistent volume как мы видим persistent volume в нашем примере напрямую определяет параметры подключения к nfs серверу так как мы делали это в прошлом примере когда указывали ip адрес nfs сервера и экспортируем директорию непосредственно в самом поде обратите внимание на mount options у объекта persistent volume тут мы можем настраивать параметры монтирования этой файловой системы аналогично команде mount если вы смотрели предыдущее видео про nfs то вы должны понимать о чем я говорю для того чтобы эта интеграция сработала на каждом из нод нашего кластера кубернетис должен быть установлен тот же пакет nfs утилз он содержит все необходимые утилиты и библиотеки для реализации функций монтирования файловой системы nfs в моем случае я уже установил его на всех рабочих нодах кластера кубернетис и поэтому ничего не мешает нам сразу же перейти к демонстрации работы этого манифеста итак если вкратце подытожить то что мы уже сказали то создается persistent volume на уровне кластера к этому persistent volume цепляется persistent volume клеем который является частью нашего проекта а наш под непосредственно указывает какой persistent volume клеем он хочет использовать для монтирования внутрь своей файловой системы сейчас мы перейдем в терминал моей локальной машины и применим этот манифест посмотрим какие объекты создались вот наш persistent volume вот наш persistent volume клеем а вот наши поды в нашем простом примере мы имеем точно такой же под с базой данных пост gresqul как и ранее все что изменилось в его определении это то что volume теперь используют драйвер persistent volume клеем а не nfs давайте с помощью команды exec подключимся к контейнеру внутри этого пода и посмотрим на премонтируемую директорию мы опять видим созданный нами файл random1 все как будто не изменилось нашего предыдущего примера и мы все так же опосредованно монтируем ту же самую файловую систему давайте еще раз запустим команды getpv и getpvc в их выводе мы видим ровно то о чем мы уже сказали вот есть persistent volume клеем вот указан его storage класс nfs ssd его access mode read to write once его размер 5 гигабайт и видим что он подсоединен к persistent volume nfs pv volume 1 и статус его bound что означает что связка произошла вот определение persistent volume мы здесь также видим storage класс видим что он находится в статусе bound видим его reclaim policy о котором мы еще поговорим видим access mode read to write once 5 гигабайт и видим что он подсоединен к клейму то есть здесь присутствует двухсторонняя связка необходимо помнить что ваши данные находятся в безопасности пока существует объект persistent volume claim если же вы случайно удалите его то кубернетис не гарантирует вам что при повторном создании переподключения будет использоваться этот же persistent volume в зависимости от настроек persistent volume который вы использовали может быть переиспользован другим сервисом данные на нем могут быть безвозвратно стерты и сам persistent volume может быть удален поэтому будьте предельно осторожны при администрировании ваших сервисов это поведение управляется полем persistent volume reclaim policy у объекта persistent volume claim через него пользователь сервиса настраивает что будет происходить с данными при удалении этого объекта если мы установим значение равным retain данные останутся и этот persistent volume может быть переиспользован впоследствии любым другим приложением это может быть немного опасно так как файловая система базы данных случайно может быть переиспользована в другом сервисе если это значение будет recycle при удалении persistent volume claim все содержимое этого persistent volume просто стирается тогда при переиспользовании этого тома в новом сервисе файловая система будет чиста и другой сервис может ее использовать либо же мы можем установить значение этого поля в delete тогда сам persistent volume как объект попросту сотрется при удалении persistent volume claim сейчас мы еще не очень понимаем зачем нужны такие режимы как delete но использование retain и recycle вполне вписывается в то что чего бы мы ожидали от системы кто-то может сказать что удаление всех данных в persistent volume при удалении связывающего объекта это рискованная практика и окажется прав однако вспомните что мы говорили ранее а именно о том что сохранность ваших данных никак не связана с отказоустойчивостью хранилища данных которые вы используете поскольку сам кубернетис может без всякого предупреждения стереть вашу базу данных если вы специально или случайно сотрете пространство имен в котором находится ее сервис а следовательно сотрете и персистент выходит персистент воли реальными к либо численности вам хорошую службу. Однако главное, что нужно помнить при эксплуатации системы, это то, что механизм Persistent Volume, который мы рассматриваем, решает только проблему доступности данных между перезагрузками подов, и не решает сам по себе задачу отказоустойчивости этих данных. Ведь мы помним, что в Kubernetes наши поды могут в любой момент переехать на другой рабочий нот, и мы хотим, чтобы после этого перемещения новый под получил точно такую же примонтированную файловую систему, что и ранее, и смог продолжить работать с этого же места. На данном этапе мы уже рассмотрели два из трех возможных способов работы с постоянными томами. Первый – это напрямую монтирование NFS-папки из определения самого пода. Второй – это через настройку объектов Persistent Volume, Persistent Volume Claim и используя в определении пода драйвер Persistent Volume Claim. В этом способе Persistent Volume создается вручную администраторами кластера по просьбе разработчиков. Однако, кое-что все же осталось непонятным. Мы поняли, что наши пользователи теперь могут создавать вполне сложные конфигурации для своих сервисов, используя внешние хранилища данных для работы с состоянием. Мы также поняли, что создание Persistent Volume – это в общем задача администраторов нашего кластера, а не пользователей. Нет, мы, конечно, можем дать нашим пользователям права создавать эти Persistent Volume на свое усмотрение и избавить себя от необходимости заниматься этим. Но все же не хотелось бы смешивать эти задачи. В конце концов, вы сами можете быть пользователем вашего кластера, и границы зоны ответственности будут сильно размыты. Вы, как администратор, конечно, можете организовать процесс так, что пользователи будут обращаться к вам каждый раз при необходимости создать новый Persistent Volume. Например, нужно создать новый дом для базы данных PostgreSQL. Вы создаете новую директорию на сервере NFS, экспортируете ее и создаете для нее новый Persistent Volume. В поле Storage Class указываете некую уникальную метку, что-то вроде имени проекта вместе с именем сервиса плюс именем базы данных, и посылаете значение этой метки пользователям, которые сейчас смогут создать свой Persistent Volume клейм и без труда найдут и используют созданный вами дом. Если этот клейм будет иметь Retention Policy равным Retain, сохранности ваших данных в общем ничего не угрожает, так как даже при удалении пространства имен проекта используемый Persistent Volume останется не тронут и не сможет быть кем-либо еще переиспользован, так как используемая метка Storage Class уникальна. Этот том будет ждать того момента, когда вы переустановите свое приложение. Для всех остальных сервисов вы также можете заранее нарезать кучу номерных томов и пусть сервисы используют их на свое усмотрение. Нужно только не забыть указать Retention Policy равным Recycle и получится такая полуавтоматическая система, где все будет работать, пока количество таких свободных томов будет хватать для размещения новых сервисов. Это хоть и рабочий, но плохой способ. При его использовании мы остаемся заложниками нашей инфраструктуры и обязаны день за днем делать задачи, которые нам не интересны. Нам бы хотелось, чтобы при создании пользователем Persistent Volume клейма этот запрос автоматически подхватывался платформой Kubernetes и она самостоятельно создавала необходимый нам Persistent Volume в полностью автоматическом режиме. Как же нам настроить такую интеграцию, чтобы избавить нас от необходимости вручную создавать и настраивать Persistent Volume? Как и в случае с NFS, так и в случае многих других файловых хранилищ, эта проблема решается через установку в наш кластер специального инфраструктурного сервиса. Понятно, что для разных типов файловых хранилищ эти сервисы будут разными. Их задача перехватывать события Kubernetes, следить за появлениями в системе объектов типа Persistent Volume Claim с конкретным значением Storage Class и в состоянии Pending. Затем задача этого сервиса подключиться к файловому хранилищу и создать подходящий раздел с файловой системы. После этого он в автоматическом режиме создает внутри нашего кластера Persistent Volume, который тут же захватывается объектом Persistent Volume Claim и поэтому монтируется к поду, который его использует. Просто правда? Помимо этого, сервис еще следит за удалениями объектов Persistent Volume Claim, чтобы правильно обработать политику переиспользования тома. Мы рассматривали ее ранее, когда говорили про Persistent Volume Reclaim Policy. Следующий наш пример как раз устанавливает такой инфраструктурный сервис. Для начала подготовим файловое хранилище на NFS сервере. Создадим директорию DataKubernetes. Добавим в наш файл Exports эту директорию. Сохраним. Экспортируем директорию. Покажем, что все экспортируется нормально. И теперь перейдем в терминал нашей локальной машины, чтобы продолжить установку. Всю часть по настройке файлового хранилища мы уже сделали. Этот инфраструктурный сервис будет устанавливаться в пространство имен KubeNFS и будет работать в автономном режиме. Наши пользователи не будут с ним напрямую взаимодействовать и раз настроив, мы в идеале больше не будем его трогать. В приведенном манифесте, сразу после объекта, создающего пространство имен KubeNFS, идут пять других объектов в Kubernetes, с которыми мы еще не сталкивались и которые еще не разбирали. Они описывают то, какими правами будет обладать приложение, которое мы настраиваем. В общем, оно должно иметь права создавать персистент волюмы, и все это описывается тут. Сейчас мы не будем подробно останавливаться на системе разграничения прав ARBAC, которая используется в Kubernetes, оставляя ее подробный разбор на другой раз. Следом идет определение объекта Storage Class, и это очень важный объект в контексте рассматриваемой нами темы. Мы уже сталкивались с Storage Class как с метками у наших объектов, мы описали его как способ указать для объекта Persistent Volume Clay на тот Persistent Volume, с которым он имеет право связываться. Эти два объекта, как мы помним, должны иметь равными значения метки Storage Class, для того, чтобы это связывание произошло. Однако на практике все немного хитрее. Storage Class это по сути еще один объект Kubernetes, который описывает тип динамического хранилища. Видите, в поле Provisioner мы указываем имя того инфраструктурного сервиса, который будет отвечать за все взаимодействие с внешним хранилищем. И тут же мы указываем имя этого Storage Class. Когда данный инфраструктурный сервис создаст Persistent Volume, ему автоматически будет назначен в поле Storage Class это самое имя. А это значит, что все Persistent Volume, созданные конкретным сервисом, будут иметь одни и те же метки Storage Class. А значит, один и тот же тип. Помните, мы говорили про то, что можно предоставлять пользователям выбирать, какие дисковые хранилища использовать для своих сервисов? Ранее мы уже предлагали использовать для этих целей метки Storage Class. Но только теперь вы поняли, что за этим скрывается. На самом деле, эти метки создаются специальным объектом Storage Class, который через внешний сервис реализует это динамическое поведение для конкретного внешнего хранилища. И я надеюсь, вы уже представили в своем кластере множество таких Storage Class объектов и множество разных инфраструктурных сервисов, их обслуживающих. И используя их, вы можете предоставлять пользователям интеграцию с разными внешними файловыми системами и дисковыми хранилищами. Нужно дополнить, что Storage Class это объект, принадлежащий самому кластеру, и он создается на уровне всего кластера, для всех пространств имен и для всех пользователей нашего кластера. Однако эти самые пользователи вовсе не должны иметь доступ к этой инфраструктуре и могут вовсе не догадываться о тех сервисах, которые ее обслуживают. По факту, это забота только администраторов кластера Kubernetes. Теперь рассмотрим само то приложение, которое призвано выполнять всю работу по интеграции с NFS. Это простой дипломент, который запускает один под. Образ этого сервиса был кем-то создан и выложен в публичный доступ, поэтому мы в общем вовсе не обязаны вникать во все детали имплементации. Вот используемый нами образ. Обратите внимание, что мы передаем Provisioner Name как переменную среды. То же самое значение, которое используется в нашем Storage Class. И именно это значение реализует связку между этими двумя объектами. Обратите внимание также на то, что к этому поду монтируется наша файловая система NFS напрямую, точно так же, как мы делали это ранее в одном из наших предыдущих примеров. Имея локально доступ к этой удаленной файловой системе, сервис может динамически создавать и удалять поддиректории, которые будут использоваться для настройки динамически создаваемых Persistent Volume. Это, конечно, детали реализации в другой файловой системе. Это может быть, например, REST API, который доступен извне, и который может создавать точки монтирования на уровне этой файловой системы. Давайте, наконец, развернем всю описанную в манифесте инфраструктуру. Созданное приложение бежит в своем пространстве имен и никому не мешает. Рассмотрим объекты, которые мы создали. Все объекты тут как тут, и мы в любой момент можем их изменить через повторное применение манифеста команды kubectl apply. В случае их изменения в манифесте они будут изменены в кубернетис, и при необходимости под сервиса будет перезапущен. Мы закончили инфраструктурную часть. Теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения пользователя кластера. Он всего лишь хочет запустить сервис, используя для него постоянное файловое хранилище. Он не хочет думать во всех этих нюансах, и с его стороны желательно, чтобы все это имело как можно меньше настроек. Посмотрите на этот манифест. В нем только определение пода и определение persistent volume claim. Ничего более. Этот клейм использует правильный storage класс. Об этом ему рассказали администраторы. Именно этот storage класс мы определили, когда настраивали наш инфраструктурный сервис. Кстати, вы также можете настроить storage класс, используемый в системе по умолчанию, и тогда даже этого пользователи знать не должны. И в объекте persistent volume claim даже это явно указывать нет необходимости. Обратите внимание, что в этом манифесте, в отличие от предыдущих примеров, мы не создаем объекты persistent volume. Давайте применим этот манифест и посмотрим, что же получилось. Вот наш под. Вот наш persistent volume claim. Обратите внимание, что он запустился, связался с volume, который называется вот так. И посмотрим наши persistent volume. Вот мы видим этот же volume. Мы видим, что persistent volume с очень странным названием был создан автоматически и успешно присоединен к нашему persistent volume клейму. Запустим команду describe на созданный нами автоматический persistent volume. Обратите внимание на ту точку монтирования на сервере NFS, которая используется. Эта поддиректория должна быть создалась автоматически в нашей удаленной файловой системе. Перейдем сейчас в терминал нашего NFS сервера и посмотрим, как это выглядит с его точки зрения. Да, так и есть. Вот созданная нами автоматически территория. И в ней наш под, наш контейнер уже создал файлы базы данных. Как мы видим, этот persistent volume не только создался, но и хранит теперь базу данных нашего сервиса PostgreSQL. Можем также посмотреть более подробно на наш persistent volume клейм, который мы используем. Удалим наш под и пересоздадим его. Пода больше нет. Все наши данные на месте. Применим еще раз манифест, который создаст под заново. Как мы видим, persistent volume клейм не потерял связку с persistent volume и под получил те же самые данные, что и до перезагрузки. Однако, что будет, если мы сотрем пользовательский сервис? Заметим, что сам persistent volume в нем не определенный, и поэтому не совсем понятно, что же с ним станется. Запустим команду kubectl delete, который удалит пространство имен и все, что в нем содержится. Дождемся, пока все объекты будут удалены. Теперь запустим команду get persistent volume. Как мы видим, наш persistent volume тоже был удален. А на nfs сервере тоже. Как мы видим, при удалении проекта, то есть при удалении persistent volume клейма, все его данные стираются. То есть здесь мы опять видим, что наши пользователи просто определяют persistent volume клейм, и затем определяют под, который создает на основе этого persistent volume клейма, volume, который ссылается на наш persistent volume клейм. И этот volume монтируется в какую-то директорию. Перейдем к следующему примеру. Есть еще один момент, на котором следует остановиться более подробно. В предыдущих примерах для запуска сервиса базы данных мы напрямую создаем под. Однако, как мы уже говорили в прошлых видео, создавать поды напрямую в реальных проектах никто не будет. Мы хотим использовать для этих целей такой объект, как deployment, чтобы получить множество дополнительных полезных возможностей, как, например, горизонтальное масштабирование, автоматическое восстановление системы в случае инцидентов и удобные стратегии для обновления сервиса. Посмотрим на следующий манифест, который полностью эквивалентен манифесту из прошлого примера, за исключением того факта, что наш под обернут в deployment. Мы видим, что при запуске тут запускается одна реплика. И в общем мы будем иметь ту же базу данных, только разве что имя для пода будет теперь содержать рандомные вставки. Обратите внимание на поле Strategy Recreate. Если вы вспомните, тот инфраструктурный сервис, который мы установили для динамического создания persistent volume, его определение практически один в один такое же, как тут. И там также использовалась та же самая стратегия. Что же это такое и зачем она нужна? Дело в том, что когда мы работаем с сервисами без состояния, мы можем запускать несколько таких сервисов параллельно и это будет нормально работать. Если мы через deployment поменяем что-либо в определении сервиса, например версию используемого образа, то стратегия обновления по умолчанию параллельно со старыми подами запустит и новый, дождется пока они станут доступны и только потом начнет удалять старые. Некоторое время в системе будут сосуществовать две версии приложения. Однако в нашем случае мы имеем сервис с состоянием, используя внешнее файловое хранилище в определении пода. И если мы обновим наш сервис теперь, в некий момент времени оба пода, старый и новый, будут монтировать одну и ту же файловую систему. В этом случае, каждый из двух процессов баз данных могут одновременно считать, что эти данные принадлежат только им и легко могут сломать их консистентность, что приведет к полной порче всех данных. Для обхода этой проблемы мы используем метку strategy и меняем это поведение. Теперь новый под не поднимется до тех пор, пока старый полностью не удалится. Нужно понимать, что в некоторый момент времени не будет ни одного пода, способного обслуживать пользователей. Но зато теперь нашим данным ничего не угрожает. Первый под при остановке аккуратно завершит все процессы, пишущие на диск, а второй под через некоторое время их снова откроет. Вот такие вот компромиссы, на которые нам нужно идти при настройке сервиса с состоянием в кубернетис. Хотя нужно признать, что во многих случаях это приемлемая цена за получаемую гибкость, и мы вполне можем пожертвовать несколькими секундами недоступности сервиса. Однако у подхода, который используется в этом манифесте, есть еще несколько проблем. Тут мы используем одну реплику. Но что будет, если мы используем их несколько? Диплоймент без труда поднимет сколько угодно подов. Но обратите внимание, что все эти поды будут использовать в своем определении один и тот же объект Persistent Volume Claim. Тот самый, который мы явным образом определяем тут же в манифесте. Но это ведь не то, что мы хотим. В большинстве случаев мы хотим, чтобы каждый под использовал свою собственную файловую систему, и она закреплялась бы за ним, несмотря на все перезагрузки. Другими словами, в терминологии Kubernetes мы хотим, чтобы каждый под динамически создавал свой собственный Persistent Volume Claim. Однако, даже если это и произойдет, эта связка будет очень затруднена, так как в дипломенте все поды эфемерны, они каждый раз создаются с произвольными именами. И не очень понятно, как платформа будет гарантировать постоянность монтирования. По какому принципу каждый поднимаемый под будет знать, какой Persistent Volume Claim ему нужно использовать, и что ему нужно монтировать, а что нельзя. В общем, все эти проблемы нельзя решить в рамках функционала объекта дипломент. И этот пример не жизнеспособен и не может использоваться без очень серьезных оговорок. Он подойдет только если вы используете только одну реплику и запускать больше не планируете, как это было в случае с инфраструктурным сервисом, который мы запустили. Либо вы используете приложение, которое умеет и должно использовать одну и ту же общую файловую систему, и использование множества реплик не приведет к неконсистентности данных. Базы данных, как правило, этим требованиям не удовлетворяют. Все эти проблемы решает объект StatefulSet. Его определение и поведение очень похожи на поведение дипломента. Тут тоже есть реплики, и мы можем очень просто горизонтально масштабировать систему. Тут тоже StatefulSet будет перезагружать под, если под будет нездоров, и многое другое, чего бы мы ожидали получить. В манифесте, который вы сейчас видите на своем экране, находится финальная рабочая версия нашего сервиса. Тут нет явного определения Persistent Volume Клейма. Посмотрите, тут его нет. И пока не очень понятно, как это все должно работать. Что же тут есть? Через определение Volume Claim Templates мы указываем шаблон для создания Persistent Volume Клейма для каждого пода. Да, именно так. Каждый под в реплике теперь имеет свой собственный Persistent Volume Клейм. И на каждый такой объект будет создан свой Persistent Volume. Точно так же, как в прошлом примере. Мы указываем тут Storage Класс, который мы хотим использовать, и файловую систему какого размера мы хотим получить в распоряжении нашего сервиса. Разные поды Stateful Set теперь имеют не произвольные имена, а вполне определенные, индексированные, согласно их индексу 0, 1, 2 и так далее. Такие же предсказуемые имена имеют и Persistent Volume Клеймы. Поэтому все предсказуемо и понятно, какой под должен использовать какую файловую систему. К тому же, стратегия для обновления сервисов тут именно такая, какую мы и хотели, когда использовали Strategy Recreate в прошлом примере. Поэтому всех этих проблем с порчей данных в результате одновременного монтирования тут быть не должно. Давайте сейчас применим этот манифест. Значение Replicas выставлено в 2, и поэтому мы ожидаем, что получим 2 пода, каждый из которых будет запускать копию нашего сервиса. Второй еще не запустился. Как мы видим, наши поды действительно создались не так, как при использовании дипломента. Имена подов действительно содержат индексы 0, 1 и не содержат рандомных вставок. Для каждого пода создался свой собственный Persistent Volume Клейм. И ему соответствует свой собственный Persistent Volume. Для хранения данных. Как это выглядит на стороне NFS сервера? Очень просто. Две поддиректории. Все так, как мы и ожидали. Для каждого пода создается своя собственная директория для хранения его данных. Причем все это полностью прозрачно для пользователей, как мы и хотели. Понятно, что использовать больше одной реплики базы данных вы скорее всего не будете. Все таки мы хотим использовать объекты типа сервис для доступа к содержимому наших подов, как мы это делали в прошлых видео. А в нашем случае пользователь будет перенаправляться на произвольную реплику базы данных. Скорее всего это не то, что мы хотим, так как каждая такая реплика полностью независима и не связана с остальными. Однако, если сервисы полностью равнозначны и все таки нуждаются в том, чтобы использовать внешнее хранилище данных, этот способ будет очень полезен. Что же, наше видео подошло к концу. Мы рассмотрели очень непростую тему о том, как Kubernetes работает с внешними хранилищами данных. Мы рассмотрели несколько базовых подходов. Мы можем напрямую монтировать файловую систему из определения пода. Второй подход. Мы можем вручную создавать Persistent Volume Claim и Persistent Volume и указывать нашему поду использовать нужный клейм. Мы также можем создавать Persistent Volume полностью автоматизированно через использование специального инфраструктурного сервиса. Или, как мы видели в последнем примере, используя Stateful Set, мы можем динамически создавать не только Persistent Volume, но и Persistent Volume Claim, делая развертывание сервисов с состоянием с точки зрения пользователя простым до невозможности. Всем этим способом можно найти применение. Все они могут быть полезны и каждый достоин того, чтобы найти применение в вашей системе. В этом видео мы рассмотрели этот механизм на примере файловой системы NFS. Очень простой файловой системы, которая, тем не менее, была вполне достаточна для демонстрации возможностей. Необходимо понимать, что, несмотря на то, что Kubernetes как платформа предоставляет унифицированный механизм для работы с внешними системами хранения данных, каждое конкретное решение может иметь те или иные ограничения. Например, в последнем примере мы указали размер файловой системы, которую мы хотим выделить под нужды нашего пода, и выставили это значение в 1 ГБ. Однако, драйвер NFS и наш инфраструктурный сервис не поддерживают эту возможность. Каждый созданный том – это всего лишь директория внутри одной и той же файловой системы, и поэтому установить квоты не представляется возможным. Это нужно четко понимать. Если один из подов начнет безгранично писать в эту файловую систему, он легко преодолеет указанный предел, и платформа Kubernetes не сможет ему в этом помешать. Это, конечно, нехорошо, так как может помешать работе остальных сервисов, которые используют это же хранилище. Впоследствии, я надеюсь, мы еще вернемся к рассмотрению этого вопроса и рассмотрим другие альтернативные файловые хранилища, которые сможем использовать в связке с Kubernetes. И там, конечно, этих ограничений может уже не быть, и квоты будут себе нормально поддерживаться из коробки. А на сегодня это все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok